Такого количества сильнейших кикбоксеров Дальнего Востока нигде больше не увидишь. Во Владивостоке стартовали чемпионаты первенства ДФО по этому виду спорта в разделе «Фулл контакт с лоу-киком». В набирающей популярность дисциплине решили проявить себя 80 бойцов. Задача у всех одна – отобраться на Россию. 80 человек, как бы, на сегодняшний день, я считаю, что это со всего Дальнего Востока, это хорошее количество человек. Только команда Приморского края составляет около 35 человек. То есть, соответственно, это ребята, которые не простые, а уже именно перворазделники, кандидаты и мастера спорта. Приморская сборная – самая многочисленная на соревнованиях. Это даже при том, что 9 спортсменов отправились защищать честь края в Чеченской республике, в городе Грозный. Там, к слову, на чемпионате и первенстве России в разделе К1 нашим бойцам пришлось нелегко. Конкуренция оказалась колоссальной. Общее количество на чемпионате России было около 600 человек. Поэтому сами представляете, что в каждой весовой категории был отбор, ну, порядком человек 10-15, и надо было всех пройти. Наши ребята, ну, можно сказать так, на шестых-восьмых спортсменах уже, как бы, ну, можно сказать, не выдержали. Кстати, фулл-контакт с лоу-киком – это та дисциплина, в которой знаменитый уссурийский боец Александр Захаров завоевал все свои главные награды, а именно чемпионства мира, Европы и России. Такой раздел кикбоксинга подразумевает особенные удары ногами. Их можно наносить ниже пояса, а именно в область бедра, икроножные мышцы, а также в район голеностопа. Считается, что этот стиль по популярности и зрелищности уступает ведущему К1. Однако ставить их на одни весы, по мнению бойцов, не стоит. Пример мы приведем Александра Захарова. Так-то он боец К1, но именно он раскрылся в лоу-кике, а в профессиональных поединках он выступает по правилам К1. И не каждый боец К1, хочу вам сказать, выступит удачно в лоу-кике. Тут своя специфика тоже есть. Он более этот стиль, этот раздел более чище и техничный по правилам. И здесь, ну так скажем, грязи в кавычках тут меньше, чем в К1. По итогам этих соревнований лучшие бойцы Дальнего Востока смогут проявить себя на чемпионате и первенстве России. Престижные схватки спортсменов со всей страны пройдут в Екатеринбурге уже в конце апреля. Максим Яковлев, Игорь Болтов, новости спорта на восьмом.